Сегодня у нас в гостях предприниматель, общественный деятель нашего города, а также владелец таких заведений, как кофейня Чаплинс, барбершоп Чаплинс, дом творчества, музыкальная станция и спортивный клуб. И все они носят наименование Чаплинс. Тохтар Олимбеков. Здравствуйте, Тохтар. И, конечно же, сегодня мы говорим о Чарли Чаплине, который так получилось, что стал, в честь которого вы назвали все заведения свои, и, конечно, хочется спросить, как вы пришли к этому, почему именно такое название дали, собственно, заведению? Ну, Чарли Чаплин, вы его хорошо знаете, как комика, как актера. Я его знаю как личность, как человека, который достиг больших успехов в своей жизни. И когда я жил в Штатах, учился с 2011 года по 2016 год, я начал тесно изучать его жизнь, его такой творческой жизни, и пересмотрел все его фильмы, и открыл для себя нового человека с большой буквы, который боролся, точнее, не только зарабатывал с ним фильмы, да? Как раз-таки он является одним из таких самых высокоплаченных актеров в истории. В своего времени, да. Или вообще в истории. Вообще в истории. Ну, и как человек, который борется за справедливость и за мир в целом на Земле и в его стране, и борется с проблемами, которые возникали в его время, в его перед жизни. Вот, и вот эта идея мне очень понравилась, и с тех пор я являюсь его фанатом, его творчество, читаю его книги и стараюсь применять его видение, его философию в моих проектах и в целом моей жизни. Ну, вот на данный момент вы назвали так заведение, да, это получается своего рода такая дань, что ли, этому человеку, потому что он появился в творческом плане, да, вот в понимании вашей жизни, либо у вас были какие-то другие цели, вот, когда вы называли? Ну, это, конечно, очень всё так было продумано, в первую очередь, да, это как данное уважение этому человеку, передать нашим жителям, которые находятся далеко от США и от вот этого голливудского всего-всего, чтобы они открыли для себя нового человека, как свободолюбивого Чаплина. Потому что все мы знаем его как вот актёра, мастера пантомии. Да, да, ну и потом, конечно, у нас есть своя миссия некая, да, свои цели, которые очень-очень тесно связаны с его работой. Например... Это творчество, да, в первую очередь? Нет, да, с одной стороны, да, но и с другой стороны, вот его идеи, которые он говорил в его период жизни, например, наш первый проект, это Чаплинс Барбершоп, если вы знаете, в 1940 году Чарли играл в фильме, главный герой фильма «Великий диктатор». Он как раз и начинает фильм, когда он работал барбером, он стрик. И по этому кадру же мы построили наш первый проект, его местоположение, справа с стороны кресла, и оттуда и всё началась, его история. То есть настолько детально, да, вот сам барбершоп тоже был так построен, да? Да, да, мы это, конечно, скажем чуть позже, через определённое время, когда нам нужно будет этим поделиться. Вот, а пока мы просто работаем, набираемся. Ну, сейчас вы уже этим делитесь, вы в курсе, да? Да, да, вот как раз, надеюсь, прошло время рассказать об этом. И фильм начинается с того, как он начинает брить, стричь, зарабатывать деньги на этом. Обычный парень. И жизнь дарит ему такой подарок, и случай, можно сказать, когда он доходит до очень... Высокопоставки. Да, ну, там, конечно, такой комический подход, но там он, например, немножко... Ну, там же это такая предвоенная ситуация была у них, и он как раз-таки... Его идея была против Гитлера, против войны, и он высмеивал Гитлера там. Ну, и, конечно, в шутку, но всё равно он этим хотел показать, что миру не нужна война. Давайте жить дружно, работать, развиваться. Это такой основной концепт, да, можно сказать? И в ваших тоже заведениях и целях, которые вы перед собой представите. Да, да. Я вот часто тоже писал в сетях наших инстаграм-страничках, то, что... Как бы мы тоже не только зарабатываем деньги и поднимаем экономику, да, но и ведём такую определённую войну, но не с людьми, не с немцами, как было во время Чаплина, а с такими вещами, как лень, это... Пороки человеческие. Это эгоизм, да, вот такие человеческие факторы, которые мешают нам развиваться. Вот мы об этом открыто пишем, и через его идеологию мы хотим этим бороться. А сам Чарли Чаплин, вот, как личность, в вашей жизни сыграл какую-то роль? Вот вы говорите, что вы изучали его творчество во время проживания в Соединённых Штатах, да? Было ли ещё что-то связано с ним? Да, как раз благодаря нему я очень тесно начал изучать философию, когда учился на четвёртом курсе. Как раз эти качества помогли мне толерантно относиться к проблемам, к проблемам общества. Не считая то, что вы освоили предметы. Да, да. И как бы трезво смотреть на проблемы, и чем паниковать и проверять агрессию, лучше найти решение и как бы спокойно, нормальный человек, хладнокровно относиться и помогать решить эти проблемы. Разумно так, да? Да. То есть без паники, без проявления всяческих эмоций, скажем так. Да, так же, как и мы. Хотя этот человек все свои эмоции передавал, между прочим, посредством игры. Да, да. То есть это иной такой подход, да, нежели открыто кричать об этом, как диванной критики, и сидеть. А где вы это вымещаете? Такой вопрос. Все наши проекты, они очень тесно связаны с социальными проектами, потому что мы являемся генеральным партнёром, спонсорами. Такие проекты, как «Печа куча» и «Юпроектс», которые как раз таки через, если человек это сделал через свои фильмы, а мы через социальные проекты. Несколько коммерческая стезя такая, да? Да. То есть здесь искусственная. Такой симбиоз коммерческого, некоммерческого это ведёт. А цель одна, как бы я так сказал, что мы боремся с такими вот определенными проблемами, которые у нас есть в обществе. Ну, в частности, молодёжь, да? В частности, молодёжь. Верите ли вы в поговорку, поверя, что как назовёшь корабль, так он и поплывёт? Либо у вас своя точка зрения, это чё? Так и есть, потому что его философия так проникла в наши компании, да, сотрудники компании, что, честно, у нас очень хорошая команда сейчас, и уже у каждого вырабатывается такая черта характера, что там честно, искренне они только работают, но и знают, что они помогают этим городу, помогают развитию всего молодёжи и, конечно, прежде всего себя, как человека. Он наслаждается этой работой, конечно, зарабатывает. И это, наверное, суть вот этой идеологии, которую мы строим. Доктар, ещё такой вопрос. Смотрите, среди пяти заведений, да, которые у вас есть в нашем городе, Чаплинс, так или иначе, что-то перекликает с его философией, с его вообще жизнью. Ну, взять даже, в пример, музыкальная станция. Это проявление творчества, да, во всяком случае. Далее, дом творчества, там тоже всё как бы ясно, да, в априори. Есть такие заведения, как кофейня и барбершоф. Ну, барбершоф и объяснили, да, это часть его жизни, да, то есть это фильм. Хорошо, кофейня, вот, и спортклуб. То есть Чарли Чаплин, насколько мне известно, не был спортсменом. Да, но он играл в спорт в его фильмах, в других уже фильмах. Он играл и роль официанта, и пил кофе, вот, поэтому все кадры были взяты оттуда. То есть, в принципе, следуя этой логике, можно ещё открыть и другие заведения в городе, да? Да, по сути, да. Тому, чем занимался Чарли Чаплин в целом. Сейчас без иронии, между прочим. Конечно, это всё сложно урегулировать, потому что нужно не только создавать идеи и хвалиться этим, да, но и работать, и зарабатывать, это очень сложно. Поэтому мы сейчас только-только набираемся опыта. Например, кофейню мы открыли год назад, но до сих пор работаем в техническом режиме, потому что у нас не было опыта в этой сфере. А я могу сказать, что мы открылись и работаем хорошо, и мы самое лучшее кофейня, только через год или полтора, вот. А пока мы молчим, учимся и экспериментируем. Вот, и, конечно, ещё это ставится идея Чаплина, да. Например, мы сейчас, естественно, работаем и с молодёжью. Кофейня носит в себе такую задачу, что мы принимаем молодых ребят, пускай они здесь проводят свои мероприятия, например. Читают, развиваются, общаются. То есть открытые для других тоже. Да, я в курсе, что кофейня, да, Чаплинс, она является площадкой для проведения многих других мероприятий, творческого плана тоже. Это похвально на самом деле, это правда. И, казалось бы, творческий в корне проект, то есть коммерческий, перерастает в творческий, да, негатив такое тоже. Когда вы говорите симбиоз, да, вот, смешение коммерческого и творческого, в это, если честно, не очень верится. И, в принципе, я, наверное, не единственный человек. Но именно примером своим, да, и именно действиями вы показываете, что это действительно возможно, за что мы вас благодарим. А еще мы благодарим вас за то, что именно был человек в городе, которому именно по теме Чарли Чаплина можно было обратиться, да, это именно к вам. И спасибо вам за визит к нам. Мы дарим вам газету Рабат. Доктор, читайте, будьте в курсе событий нашего региона. Спасибо большое.